И последнее на сегодня наступление с проектом, который должен исследовать лидерские стили. Наш наступающий нашел себя очень давно еще в школе. Он выбрал такой направлении как психология. И, отучившись, работает по специальности. Сейчас я приглашаю на сцену Кирилла. Я волнуюсь, а завтра. Ну, сколько я? Привет. Добрый вечер еще раз. Надеюсь, не соскучились в поднях. Спикеры вас развлекали, подмазывали, рассказывали удивительные вещи. Как и личные истории, так и глобальные тенденции, или, как сказать, течение времени и так далее. Даже не знаю, это стимулирует. Войдя в цель сегодняшнего проекта, это второй раз попробовать определить свой стиль лидерства. Первый раз у меня не получился. Я задумался. Что такое лидерство? Это когда один человек может обменять группу людей, и они ведут общий цель. Цель лидера, цель организации, цель группы в целом, неважно. Но именно что? Человек ведет группу. В этом суть лидерства. И я стал думать, откуда он еще берет этот лидер. Вот давайте сначала узнаем, я же не один подпокрую, но у вас много. Как вы определяете для себя, что этот человек лидер, за которым вы готовы идти? Кого какие мнения? Я вас не дам с ним. У нас не дам с ним. Спасибо, очень интересно. Что есть один из. Он сильнее. Все умеет. Покурный ответ. Он сильнее. Это важно. Знаю, куда идти. Ищи только аутентичные слова клеятся. Слова клеятся сделаем. Да, спасибо. И сейчас там. Знаю, куда идти. Отлично. Иди за лидером, который... А мы куда идем? А мы идем. Очень уверен. Прям совсем. Вот совсем-совсем. Умеет организовать процесс. Хотелось бы. Ну, не просто организовать. Что? Я разделяю его темности. Важно. Согласен. Спасибо. Очень важные ответы ваши. И что, как сказать, я когда думал об этом, как раз формулировал три аспекта из навыков, которые позволяют лидеру чувствовать себя настоящим. Потому что характерологические черты оценивать сложно. Базовые там концепции лидерства. Это там врачебные качества в конце 19-го влача 20-го века. И методы характерологические черты. Но с ними сложно работать. Чтобы там поменять свой характер и сдвинуть его, вы берете телефон, говорите «Алло, здравствуйте, вы хороший психотерапевт, у меня вас рекомендование», я говорю «Да, здравствуйте, это я, рад вас слышу». Еще под вопросом вы говорите «У меня какой-то не лидерский характер, хочу стать лидером». Я говорю «Отлично, давайте встретимся, обсудим это подробнее, чтобы решать лидеры». И мы работаем. Но есть же навыки, есть тренинги, на которых мы эти навыки развиваем. И какие навыки позволяют нам быть лидерами? Что нам надо развивать, чтобы стать лидером? Какие есть источники лидерства, от которых я изначально заебил? Я считаю, что у лидерства есть три основных источника. И один из них – это компетентность. Компетентное лидерство очень хорошо. В ответах не так часто упоминалось. То есть хотелось знать, что лидер знает, куда идет. Но мне кажется, лидер хорошо, когда он все-таки понимает что-то в той сфере, в которой он действует. Вот если встреча наша сегодняшняя посвящена именно самоопределению, чем я хочу заниматься, то даже в рамках любой специальности мы можем выбирать, что мы будем делать. Мы будем углубляться как специалист, или мы будем расти как руководитель. То есть там условно, оставаясь инженером и продолжая строить дома, мы либо становимся большим руководителем в отрасли строительства, либо становимся крутым архитектом, которому заказывают пострадавшие дома. У каждого свой клуб. И в любом случае, если один из них источника лидерства – это именно компетенция. И с точки зрения моего определения, это мой путь. Когда я работал во внутреннем обучении в компании, я был отличным успехом, и когда появлялись вопросы, все шли ко мне, я тешил свой самолюбие и отвечал. Или через час находил ответы из него, когда я сказал. У меня была в этом определенная репутация, у меня были сотрудники, которые ценили меня за то, что со мной можно решить любой вопрос. Именно по работе. А тянете? А, все равно в этом порт. Следующий источник – это то, что упоминал наш сегодняшний оператор Юрий – организаторские способности. То есть, если мы берем группу людей или группу организовать, этот аспект, я немножко о нем бы не подумал, но завтра день победы. И война отлично показывает, что именно организовать группу людей. Критические моменты, ключевой нам. Потому что в стрессе мы становимся, как сказать, впадаем в ступор, в различные состояния, и когда нам говорят, что нам делать четко, ясно, понятно, мы за эти готовы идти. И это важно не только в экстремальных ситуациях, но и грамотно организованный процесс вдохновляет всех его участников на то, чтобы идти за человеком, который это организовал. Поэтому организации свои способности важны, и это важный источник виденства. Если вы можете организовать людей, люди охотно за вами пойду. Психологи доказали не очень приятный факт, мы очень легко идем за авторитетами. Авторитет складывается из того, что человек эффективен, и умеет организовать других людей. Поэтому, если у вас есть эти два компонента, люди за вами пойдут. Но я обещал три. Да? Да. Я себе решила. Третий, самый важный из современной теории, слайд из него. Давайте я это укажу как эмоциональный интеллект. Потому что именно в качестве навыков эмоциональный интеллект позволяет без углубления в психологию быть человеком, за которым хотят идти. Регулировать свои эмоции через признание, осознание, как сказать, смирение с ними. Замечать эмоции других. И, корректно, обсуждая переживания другого, ну, члена своей команды с ним, успокаивает его, настраивает на работу, поддерживает и так далее. Именно знания эмоционального интеллекта с точки зрения навыков позволяют нам быть лидером. Позволяет нам быть хорошим лидером, человечным. Именно человеком, за которым хочется идти. Несмотря на его компетентность, несмотря на его исключение его организационной способности. Что бы хотелось сказать в завершении. Нет человека, абсолютно хорошо владеющего всеми сериалом правления. Но, определив, какое направление у вас от сильных развитых какой стопей, вы можете определять, какой вы лидер для себя. Может, вам не хватает компетенции, а может, она вам не нужна. Если вы компетентны, за вами идут как за экспертов. Если у вас хорошие организаторские способности, за вами идут как за администратора, за вами идут как за человеку, знающий, что делать. И если у вас развитие эмоционального интеллекта, за вами идут как за человеком, за который вам хочется идти. Спасибо.